Рощин Анатолий спрашивает, почему ваши сторонники боятся что-то объяснять, прямо как в секте, сразу отсылают читать первоисточники? Вы что, уверены, что приносите пользу своими сообщениями? Ведь количество просмотров увеличивается, но это не значит, что кто-то читает доту. А зачем? Ведь знания не дают возможности управлять процессами. Читают только те, у кого есть время всё это расшифровывать, всё то, что написано дружным коллективом из тысячи человек. То есть более-менее умоспособная элита. Другими словами, те, кто и так на вершине пирамиды. А остальные работяги всё равно внизу, им читать некогда. Они каждый день пашут. Я вот интересуюсь кое-чем из ваших творений уже лет пять. Но только одного человека встречал, который слушал Петрова. Может, хватит обманывать и сказать честно? Мол, никакая доту ничего не может объяснить. Есть скайп. Созваниваемся и узнаём, где и что произошло. Вы же не говорите, где берёте оперативную информацию, а те мелочи, что вы озвучиваете, можно получить только из личного общения. Ну, вы знаете, вот здесь должен сказать как раз всё с точностью, да наоборот. Кого жизнь клюнула, кого заставила, тот и садится за учебники и начинает читать. Поэтому, как победили большевики в России? Они читали. Они осваивали новую теорию управления. А кто такие большевики? Почему они назывались большевиками? А потому что это были рабочие. И они находили время читать, потому что они понимали, что новое знание даёт им возможность перестроить всю жизнь. А вот то, что оглашено здесь, если у человека нет стимула, то ему никогда фактологического знания не дашь. Дело, вот говорят, что я не даю. Я пользуюсь теми же источниками, что и все люди. Открытыми. Я смотрю телевизор, я читаю в интернете. Раньше читал газеты. Сейчас интернет, это видео, газеты, всё. Что-то, не успел по телевизору посмотреть, какую-то передачу можно догнать. Я пользуюсь открытыми источниками. Никаких закрытых, никакого инсайда у меня нет. И в этом наше преимущество. Мы о жизни судим с позиции общего хода вещей. И нам не нужны никакие аппаратные тайны. Мы не лезем в эти аппаратные тайны. Они нам в принципе не нужны. Что же касается того, что нам никто не хочет объяснять и никто растолковывает концепцию общественной безопасности. Вот как раз отсылание читать первоисточники – это самая большая помощь. Потому что вот то, что даём мы, вопрос-ответ или другие видео – это, так скажем, рекламный ролик, завлекалочка какая-то, который показывает, как можно пользоваться концепцией общественной безопасности, достаточно общей теории управления в своей жизни для того, чтобы разобраться в хитросплетениях управления. Что такое достаточная общая теория управления? Это знание, конкретное знание. Если вы без математики не сможете разобраться даже в магазине с тем, сколько у вас денег есть, сколько вам надо заплатить, без русского языка вы не сможете разобраться с ценниками, это самый примитивный уровень. Без правил дорожного движения вы можете спокойно попасть под колёса автомобиля. Вы должны точно знать, что вы должны идти пересекать дорогу только на зелёный свет светофора, а не на красный. Так и вот достаточно общая теория управления – это знание, которое даёт вам возможность жить в этом мире, избегая возможности попасть под колёса автомобиля. Это ваша возможность решить все проблемы в жизни. То есть, если вы будете знать, как управляется общество, вы сможете найти свою позицию, и добиться прийти к своему результату. Вот все ходили в толпе. Ну все так или иначе сталкивались с тем, что нужно пройти через толпу. И сталкивались с тем, что нужно пройти через толпу, которая не просто стоит, а ещё движется, ещё движется навстречу. Но вы же идёте, вы маневрируете, и чем вы правильнее оцениваете движение каждого человека в толпе и наличие свободного места, тем меньше столкновений и конфликтов с теми людьми, когда вы движетесь по толпе, и тем быстрее вы приходите к нужному результату. Так вот, достаточно общая теория управления. Концепция общественной безопасности, она даёт возможность человеку вот в этой хитросплетении, вот в этой какафонии управления следовать своей цели с наименьшей конфликтностью, добиться своего. Но как это можно сделать? Освоить. Вы не сможете... Вот калькуляторам, и то нужно уже знать начало математики, но вы не сможете пользоваться математикой, если вы не освоите правила сложения, вычитания, деления, умножения, хотя бы элементарные. Вы не сможете понимать, как управляется общество, если вы не будете знать элементарных вещей по этому управлению, которые в достаточно общей теории управления, в концепции общественной безопасности, они изложены в достаточном объёме для того, чтобы быть применимы во всех сферах жизни человечества, во всех. Поэтому освоить своё должно быть знание. И эту работу не сделает никто. Тот, кто вам будет давать какие-то советы, какие-то будет давать рекомендации, сообщать какую-то информацию, он будет это делать, а, со своей мерой понимания, и, б, ориентируясь на свои интересы. А эти интересы могут не совпадать. Так надо самостоятельным становиться в жизни. Поэтому здесь не принимается ни один упрёк. Вот всё с точностью да наоборот. Как раз, если бы нам не хотелось объяснить людям, как концепция общественной безопасности, достаточно общей теории управления работает в жизни, мы бы не проводили семинары, не проводили бы вот этот вопрос-ответ, и люди бы не издавали книги. Ну, вот ко мне достаточно часто обращались, сейчас как бы уже не так, а вот поначалу обращались, ну, ты знаешь такие вещи, зачем ты это всё рассказываешь? Давай объединяемся и будем разводить лохов. Давай будем делать дешефт на этом. Ну, мы же выкладываем это на всеобщее обозрение, чтобы люди сами понимали, нужно им это знание или не нужно. Хотят они так же понимать, сами разобраться в каких-то вопросах, или не хотят сами разбираться в этих вопросах. А если хотите разбираться, садитесь и учите. За парту. Ленин свою партию посадил за парту. Он стал учить. И это привело большевиков к победе. И это позволило построить сверхдержаву номер один, без всяких вариантов, хотя её записывают номер два СССР. Сталин посадил за парту учиться. Трудно учиться, но тот, кто не учится, тот не имеет будущего, не имеет перспективы. Мы живём в таком обществе, когда каждый человек должен понимать, что происходит вокруг него, и, соответственно, этому пониманию защищать интересы своей и своей семьи. Это был последний вопрос. Вот так вот мы и вышли снова на необходимость того, что нужно читать толстые книги внутреннего предиктора СССР, осваивать, понимать, осваив, чтобы это знание стало своим. Вот как мы ходим, дышим, как мы по улице, пересекаем улицу уже там на алгоритм. Вот это должно быть пониманием. Достаточно общей теории управления, должна быть просто, ну как, на уровне, на бессознательных уровнях психики, чтобы человек спокойно этим всем пользовался. Вот пока этого не будет, пока человек не будет понимать и знать, как управляется общество, он будет манипулируем со стороны других людей. Каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания он работает на того, кто знает и понимает больше. Хотите быть самостоятельными? Расширяйте меру своего понимания. Изучайте новое знание. Становитесь самостоятельным, концептуально властным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова